Сладкая жизнь для люберчан. В парке Наташинские пруды состоялся первый городской фестиваль сладостей. Кондитеры городского округа приготовили лакомства на любой вкус. Какими именно они были, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Фестиваль сладостей – это день, когда взрослые могут почувствовать себя детьми, а юное поколение вдоволь повеселится. Именно такой была концепция праздника. Организатором незабываемого летнего мероприятия выступило сообщество «Мама офлайн». Они уверены – участникам мероприятия можно было не бояться ни за свои зубы, ни за свою фигуру. У нас сладости без добавок, с хорошим содержанием сахара, не так, что в килограмме зефира, килограмм сахара. Крем, суфле, шоколад, зефир, пралине, кексы, пирожные и многое другое. Главные герои фестиваля – мастера сладостей – удивили гостей праздника произведениями кондитерского искусства. Для того, чтобы насытить люберчан вкусом сладкой жизни, свои лакомства представили кулинары семьи местных кондитерских и мастерских. Очень люблю сладости. Настоящий сладкоежка, по мне видно. И муж настоящий сладкоежка. Я взяла капкейп со сливочным кремом, нет, с творожным кремом. Очень вкусно. Люблю очень сама готовить, поэтому хочу здесь тоже идейки некоторые посмотреть, может быть, чтобы самой готовить. И, кстати, подчеркнуть идеи для своего кулинарного арсенала мог каждый участник фестиваля. В этот день кондитеры провели ряд мастер-классов для взрослых и детей. А еще люберчане сочиняли стихи на сладкие темы и играли. Ну, такой праздник нужен, во-первых, для семейного времяпрепровождения, для веселья, для хорошего настроения. Ну, а также для рекламы производителей каких-то сладостей там новых. Кроме того, на первом городском фестивале сладостей можно было выиграть целые наборы эксклюзивной вкусности и полакомиться крием мороженым, которое волшебным образом приготовили герои сказки «Алиса в стране чудес». Анна Троян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.